МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, как говорится, настало время очешуительных республиканских новостей. И начнем с удивительного, разумеется, с очередного сюжета о зверствах коварной киевской хунты. Чтобы вы понимали, такого добра на местных каналах пачками выходит каждый день. Именно в таких сюжетах фашисты из Калаша сбивают шапки детям. Моего внука пуля сбила вот так кепку. А дедушкам подло стреляют в спину. Позавчера он две пули меня в спину. Но знаете, что мы вам скажем? А то, братцы, что у карателей нет ни единого шанса. А все потому, что их пули не способны пробить даже дедову телогрейку. Хорошо в телогрейке был. А он, наверное, уже слабость потерял, пуля. Чуешь, что-то тот глянул пули. Застряли в телогрейке, понимаете? Не, мы, конечно, не исключаем, что дед не стирал телогрейку еще с распада Союза. И в следующий раз пуля рикошетом еще и километр назад пролетит. Ну а если серьезно, то мы решительно не понимаем, почему этим пенсионерам до сих пор не занялись специалисты из Сколково. Боевая телогрейка! Это всем находкам находка! Она уверенно заняла бы свое почетное место рядом с танком, стреляющим поленом. Вместо привычного снаряда Т-80, среди ли деревянной заглушкой, да, проще говоря, обыкновенным поленом. И его улучшенной модификацией, стреляющей экскрементами. Боевая машина стреляет экскрементами. Вы видите, там боец у меня нарисован со спущенными штанами. Очевидно, что с такими технологиями даже коронавирус не страшит. Чего не скажешь о загнивающей укропе. На Мариупольском направлении работает делегация сотрудников Министерства здравоохранения США и отдела глобальной иммунизации Центра по контролю и профилактике заболеваний. Какая бы жесть ни случилась на планете, в ней обязательно нужно найти украинский след. Именно по этому принципу все последние пять лет работает Новоросское министерство галлюцинаций. Короче, чтобы вы понимали уровень инструктора из Азова, в Украину вирус уже привезли. В ходе работы делегация вышла о наследности телевируса, который привел в тренировочный лагерь Азова под Мариуполем, боевики которого активно участвовали в организации митингов в Гонконге по заказу Госдепа США. Причем, обратите внимание, по заказу Госдепа. По заказу Госдепа США, финансирующего их радикальную деятельность. На секундочку, это нам рассказывают ровно те же наркоманы, которые совсем недавно кипятком стены красили под крики и Госдеп признал Азов террористами. За дело уже взялись конгрессмены США, полк Азов и их политические организации будут признаны террористическими вот на одном уровне с Хамас, с ИГИЛ. Так бывает, когда новые методички забываешь сопоставлять со старыми. Но в этом всем нет ничего нового. Вот погодите, пройдет каких-нибудь пару недель, и вам расскажут, что каратели после изнасилований вместо вдувания пены будут бабушек коронавирусом заражать. План уже есть. Но, честное слово, хоть две непробиваемые тела греки надевай. А лучше вообще из чудо-республики нос не высовывать. Тем более, что жизнь там налаживается ускоренными темпами. Даже иностранцы все чаще приезжают. Причем не только из братской Луганды. Вот познакомьтесь, это, например, очередной счастливчик, который якобы бросил нищие, загнивающие штаты ради процветания в молодой Недореспублике. Прощай, Трамп, привет, Пушилин! Рядовой чайск вашим услугам. Но, слава богу, хоть покушал пацан в Дерлендии нормально. Это вам не в Теннесси хот-догами давиться. Впрочем, странно, что известный правозащитник, а именно так окрестила мужчину кремлевская пропаганда, в Донецк заехал правозащитник из США, испытывал на родине проблемы с едой. А еще удивительнее, что этот якобы известный правозащитник в США работал сварщиком. Причем, обратите внимание, слово «сварщик» он по-русски сказал. Это вам не водка, Путин балалайка, и даже не чудесный русский язык из фильма «Красная жара». В общем, как ни крути, а позывной «сварщик» чуток спалился. Впрочем, для донецких зрителей проблемы это точно не станет. На местных каналах кого только не показывали. Только вот недавно наблюдатели из Ирландии легким движением руки в инвесторы из США превращали. В США. Начать и вести здесь бизнес относительно недорого. Это также большое преимущество. Вот из сварщика правозащитник ничуть не хуже выйдет. Сварщик. Правозащитник из США. В крайнем случае будет поленепробиваемые телогрейки в Европу и Штат продавать. А вот с Азией могут возникнуть проблемы. А все потому, как славная Дырляндия, а только чур не ржать. На правах сверхдержавы решила ограничить контакты с Китаем на время коронавируса. Турагентством ДНР рекомендуют приостановить продажу путевок в Китай. Еще никогда аэропорты Китая не были такими пустынными. Отменены десятки рейсов, в том числе Моспина-Пекин и Торрес-Шанхай. А туристы из Поднебесной со слезами на глазах вынуждены отказываться от забронированных туров в Седово. Да, такими холодными отношения ДНР и Китая не были еще никогда. Но это так поржать и забыть. А в русском мире тем временем вполне серьезно решили ударить по туристическим точкам Украины. Украинские военные уничтожают реликтовые леса Святогорска. Эту статью духовные комсомолочки на прошлой неделе таскали все, кому не лень. Да и как не таскать? Вон какие страсти происходят! Каратели с автоматами уничтожают лес в районе Щурово. Причем не просто абы какой лес, а сосны, посаженные еще в царские времена. По сообщениям местных жителей из Щурово, Брусина, Красного Лимана, лес, который начали высаживать в этих местах еще в царские времена, массово вырубают украинские военные. В качестве доказательства ребятки приводят фотографии со спутника. И надо признать, что смотрится все весьма убедительно. Ну правда только для тех, кто вообще не понимает, что это за локация. Лес в районе Щурово и Лимана действительно сильно пострадал, причем еще задолго до войны. Еще после пожара 1994 года сосновые леса находятся в плачевном состоянии. В результате крупных лесных пожаров 1994 и 1996 годов площадь лесов несколько сократилась. Большая часть тех самых вековых сосен, о которых пишет комсомолка, сгорела еще во время страшного пожара в начале 90-х. До 1993 года вся эта территория была густой чащей леса. Но между 1993 и 2002 годами пожар уничтожил примерно 9 десятых всего, что было. Лес остался только у дорог, у Голубых озер и немного у самого села Щурово. Пожар сопровождался разрывами снарядов времен Второй мировой. Именно тогда дорога от Щурово до Голубых озер впервые стала похожа на пустыню. На месте уничтоженного пожаром леса проклятые бенгеровцы высадили молодняк. Но со временем множество деревьев снова пропало. Но не из-за отправки древесины в ЕС, как это упоротыши рассказывают, а из-за опасного паразита. Мы покопались в архивах и даже нашли статьи по этому поводу. Лиманский лес пожирается полщищами гусениц соснового пилильщика. Что вы видите на фото? Наверняка то же, что и мы, пожелтевший молодняк. Да, старые деревья там все же были. Да и те в 14-м посекло осколками и снарядами после страшного боя в районе Царицыно. А тут спалило полностью. Но обо всем этом пропагандисты молчат. Вырубили фашисты вековой лес, да в Европу продали. И это простой пример того, как манипулируя фактами, Кремль разжигает ненависть. Хотя тут надо признать, что люди не дураки. И с каждым годом новоросские инфопомойки смотрят все меньше. Надеюсь, что помех нет. Нужно фильтровать информацию. Чтобы убедиться в этом, просто зацените, кто стал лучшим типа журналистом всей Адерляндии. Чубурков Дмитрий Владимирович, режиссер отдела производства собственных программ государственного предприятия телекомпания «Юнион». Ааа, да это же наш старый знакомец, пробник Киселева. Так чему удивляться? А чему удивляться? Узнали Карасика. Так вот, мы решили посмотреть, сколько же просмотров собирает программа победителя, которая, внимание, уже якобы вышла на международный уровень. Программа Дмитрия Чубуркова «Тема» в 2019 году завоевала уважение и популярность не только в республике, но и за ее пределами. Ааа, небось, в ЛНР тоже смотрят. Но почему-то даже с заявленным международным уровнем цифры, получается, прямо скажем, позорные. Вот, например, выпуск годичной давности. За год! И это при том, что минимум половину этих просмотров на нашей базе НАТО наклацали. А когда осматривали, заходясь, от хохота. И это, напомним, программа не обы кого, а цельного журналиста года всей Адерлендии. Он лучший человек в нашей республике в телевизионной сфере. Потому что, а, это великий профессионал, это большой мастер. В общем, пацаны, можно много кричать о своей крутости и влиянии. Но циферки-то вот они, как говорится, на лице. Ой, пардон, на лицо. И как бы вы ни пыжились, убогие, присваивая друг другу титулы до звания, но держать людей за дураков у вас не получится. Потому как на лжи далеко не уедешь. И показатели новороссской пропаганды тому яркий пример. Редактор субтитров А.Семкин